Какой-либо гражданскую позицию, он просто по человеческим качествам должен быть антифашистом, потому что это позиция просто обычного человека. Антифашизм — это такая толковая вещь, которая очень актуальна, за которую я подписываюсь, и это сейчас надо в нашем обществе, потому что это проблема, и как человек думающий, я пытаюсь помочь. Антифашизм для меня — это предпринимание неких действий против фашизма. Они могут быть разными, и каждый для себя выбирает то, что он может, и то, что он считает правильным, что не всегда, кстати, одно и то же. Ну, антифашизм можно понимать разными словами. Можно понимать, как борьбу на улицах, интернет-бои, борьба на книжках, когда старые старпёры сидят и разговаривают о антифашизме и так далее. В принципе, это всё можно назвать антифашизмом, и в каждом мере эти вещи, в этих вещах есть плюсы, есть минусы. Отрицание идеологии фашизма, превосходство одной нации над другой, одной группы над другой. Соответственно, антифашизм — это активное противостояние этой идеологии. Соответственно, исключение своего круга общения националистов — это преубеждение своих друзей. Для меня антифашизм — это противодействие власти, капиталу, ну и, естественно, тем всяким фрикам, банхедам, которые ходят в наших улицах по России. Страдают хуйнёй. Я антифашизм догоняю на противостоянии любым мидом дискриминации. Пиздить банов, пить про то, к чему, каким последствиям плохим ведёт фашизм. Клеить наклейки в метро антифашистские, зачёркивать свастики на улицах. В принципе, я считаю, что антифашизм — это нормальная человеческая позиция любого здравомыслящего человека. Антифашизм для меня является борьба в принципе с любым угнетением каких-либо малых групп, будь то национальные меньшинства, или пенсионеры, или студенты. Будь то гомосексуалисты, лесбиянки, чёрные, мигранты, бедные, бездомные. Я считаю, что все люди одинаковые, и стоит их мерить по поступкам, а не по их каким-то... отличительным чертам, с которыми они родились. Фашизм — это то, что нас всех объединяет здесь сегодня. Конечно, в этой истории, каждый понимает себя по-разному, по большому счёту, думаешь, что... Ну, никого-то — это разные вещи, никого-то — другие. Это... Возможно, сразу стараться видеть — это нормально. Я очень хорошо говорю, что ты понимаешь по-своему, я по-своему. Но не всегда то, что нас объединяет. Это панк-рок сцена, сказ, сцена, конкурсы — это неважно. Здесь есть место с киркадом, бандом, конкурсчиком, кого угодно. Это степенство людям с расами и национальности национальными красотками. Это гордость. Антифашизм — это когда приходят люди, которые знают, что на выходе они могут получить прощанку, могут оставить ту свою жизнь. Я не знаю, что они своей жизни рискуют. Вот это и есть антифашизм. А когда это превращается в мод, это уже не антифашизм. Это просто модная штучка. Я анархист, и вообще я считаю, что антифашист — это уже политическое убеждение. И так или иначе, любой человек, который борется против фашизма, он все-таки имеет какие-то мысли по поводу того, что должно быть вместо фашизма. Ты понимаешь, что ты можешь это делать. У тебя есть на это время и возможности, и желания. И в общем, цель греет. Антифашистов! 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 Антифашисты! Антифашистов! Антифашистов! Антифа! Антифа! Сейчас как на взлете находится как фашистское движение, так и антифашистское движение. Это очевидно. Более того, вопрос идеологической направленности и развития страны в целом сейчас решается не на высоких трибунах. В сфере официальной политики все политические силы ушли от реальности, от того, чем сейчас реально движет общество. Они занимаются просто дележом денег, дележом мандатов и приближенностью к корыту, где раздают льготы. А сейчас реально определяется вектор развития нашего народа, нашей страны на улицах. Мне кажется, что, соответственно, сейчас в России есть, собственно, две разных проблемы. Одна вот это бану, и вторая некая, как бы, общая ксенофобия. На самом деле бану – это некое порождение вот этой общей ксенофобии. Самая большая, конечно, проблема – это бытовой национализм, этот расизм. Дети все это хватает, а с малых лет потом начинаются все эти фигни. Потому что есть плохие люди – и русские, и нерусские. И, в принципе, Россия – это, в первую очередь, это многонациональная страна. И фашисты, которые говорят, что мы путеводы России, что мы такие прям любители Родины. Это просто люди, которые абсолютно не ценят свою культуру, не знают ничего о истории. Это просто, я не знаю, это люди, которые бездарные, которые неграмотные, они не учатся, они просто… Они вот тупо пьют пиво, везде там учатся. Потому что человек, направленный на фашистскую идеологию, он теряет просто свое людское обличие, он превращается линтиком в систему, он отдает все свои качества какому-то фюруру, который вдруг выбрал или сам себя назначил. Я общалась с такими людьми, у меня есть один знакомый, которому я напрямую говорила, что он полный дебил, что, блядь, чувак, ты просто, блядь, ты вообще думаешь своей головой. У человека нет мозгов, реально. И, короче, ну, резать надо таких людей, на самом деле. Очень много таких людей среди банхедов. Бля, провальная ситуация, слишком дохуя, блядь, националистических устроений, которые из-за хуйни из-за всяких возникают. Бля, то есть, ну, там, людей уже, блядь, там, сейчас из детства учат какую-то хуйня, то, что если чувак, блядь, там, чурка, то он, блядь, полипомбом, значит, блядь, ну, говно какое-то. Ну, хуя, я с этим не согласен. Конечно, блядь, ну, там, гондонов там всяких, которые там, ну, идут себя как в паре. Ну, блядь, с ним нормальные люди, похуй все люди, блядь, ну, люди как люди. Каранец, кто ты, блядь, хоть сука Узмурт, блядь. Хоть нахуй, блядь, я хуй знаю, каранец какой-нибудь, сары. Либо она, наоборот, как раз ситуация приезда в Москву вот всяких нерусских людей, она создается, как высадка марсиана и уничтожение землян, как бы грубо говоря, да. И, соответственно, поэтому они вот так и жестоко беспределят. Поэтому они, как бы, готовы, как бы, убивать, взрывать кого-то, готовы садиться за это. Я с большим, так сказать, ну, как сказать, даже не осторожностью, а с большой озабочностью смотрю на рост фашистского влияния, потому что это не рост влияния снизу исключительно. Это те тенденции, которые активно провоцируются властью. Власть выбрала лозунги патриотизма, и сейчас патриотизм у нас фактически официальная государственная идеология. Уже полностью обеленные стали чуть ли не государственными словами держава, империя. Соответственно, любые призывы к патриотизму, к державности, к империи с высоких трибун внизу находят отклик в виде прямых действий и именно прямых насильственных действий. У нас вообще фашистская обстановка в стране, именно политическая. Идет патриотическое, псевдопатриотическое воспитание, воспитываются новые поколения планхедов, которые там ходят, пиздят людей и убивают их на улице. Вот банам пофигу, вот эти нерусские люди, они совершают 95% или 3% преступления, да? То законодательство, которое вырабатывается у нас на эту тему, оно совершенно порочно, на мой взгляд, сформулировано. Из-за того, что такой аморфный закон, добросовестно настроенные, скажем так, прокуроры, исследователи, это много раз я это слышал, они говорят, что мы просто не знаем, как нам применять этот закон. Мы его не понимаем, они юристы по образованию, я понимаю, что действительно вот эти формулировки непонятны. День 3 Угра 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 Угра